Всем привет! С вами канал Космостар. В фильмографии Татьяны Клюевой, всего 10 работ в кино, зрители запомнили ее по главной роли в сказке Варвара, краса, длинная коса. Несмотря на успешный старт кинокарьеры, в дальнейшем она не стала связывать свою жизнь с актерской профессией. Татьяна Клюева, которую называли самой красивой киноцаревной советских сказок, бросила кино, уехала в провинцию и стала продавать там обувь. Подробнее о судьбе актрисы в нашем ролике. Ее кинодебют состоялся еще в школьные годы. В восьмом классе она сыграла эпизодическую роль в фильме «Александрами ты звонят, откройте дверь». На съемках на нее обратил внимание режиссер Евгений Шерстобитов и пригласил на главную роль в свой фильм «Акваланги на дне». Тогда к ней пришла первая популярность, юную актрису зрители завалили письмами, на которые она не успевала отвечать. Когда Татьяна заканчивала 10 класс, ее пригласил на пробы Александр Роу. Тогда он искал героиню для своей сказки «Огонь, вода и медные трубы». На главную роль утвердили Наталью Сидых, но режиссер пообещал юной актрисе, что обязательно снимет ее в своем следующем фильме. И выполнил свое обещание, через год Татьяну Клюеву пригласили сыграть главную роль в фильме «Варвара, краса, длинная коса». Режиссер был очень строгим и требовательным в работе, сразу предупредил молодую актрису о том, что во время съемок не должно быть никаких свиданий и романов, о походах на танцы и в кино нужно забыть. Результат превзошел ожидания, именно эта роль принесла Татьяне Клюевой всесоюзную популярность и стала ее визитной карточкой. Актриса должна была сыграть еще в одном фильме Александра Роу, но этому не суждено было случиться. Режиссер пригласил ее прочитать сценарий 2 января, но накануне Нового года он скоропостижно скончался. Его смерть стала для Татьяны Клюевой большим ударом. Увы, великий сказочник ушел, и все рассыпалось, рухнуло. Роу не позволил бы мне свалять дурака, отказаться от чего-то интересного. Этот режиссер открыл и поднял на пьедестал многих актеров. При нем наш кинематограф светился добротой. Понимаете, после Роу и Птушко многие снимали сказки, но так, как нужно, ни у кого не получалось. В них не было сказочности, что ли. Это как сравнить воду родниковую и дистиллированную. Вроде, одно и то же, да не совсем. Говорила она. Вскоре после своего успешного кинодебюта молодая актриса пропала с экранов. Свою актерскую карьеру она принесла в жертву семье, Татьяна Клюева вышла замуж за бывшего одноклассника и в 1978 году уехала с ним в Севастополь, муж был военным моряком. У них родился сын, и актриса посвятила себя его воспитанию. Поначалу какое-то время она пыталась совмещать семейные заботы со съемками и периодически уезжала, но когда маленький сын стал говорить знакомым, что его родители работают на почте. Так как именно оттуда приносили письма и подарки, Татьяна Клюева решила оставить актерскую профессию навсегда. Где только ей не приходилось работать после того, как она ушла из кино. Какое-то время Татьяна заведовала клубом в таксопарке, пока из него не украли все инструменты. Потом она устроилась на работу в бюро знакомств, затем торговала обувью на рынке. Однажды с ней произошла очень неприятная ситуация, о которой Татьяна долго не могла забыть, я с утра до вечера сидела на корточках, помогала покупателям молнии застегивать, шнурочки завязывать. Меня многие в городе знали. Помню, подходит женщина, вид угрюмый. Долго, долго вглядывается, а потом со злобой в лицо бросает, ну что, Варварушка, красавушка, до рынка докатилась. Знаете, с тех пор 4 года прошло, а я эту хлесткую фразу забыть не могу. Словно палкой по лицу огрели, даже расплакаться не смогла. И все же, стиснув зубы, она продолжала работать. Вместе с мужем они со временем сумели наладить бизнес, у них было уже несколько торговых палаток. И потихоньку все наладилось. Остались в прошлом и болезни, и тяжелая операция мужа, и денежные трудности. Их сын Ян получил юридическое образование, у него родилась дочь Аня, обожаемая внучка для бабушки и деда. У семьи Гагиных в Севастополе не только квартира, но и загородный домик, на который они заработали своим трудом. Когда у Татьяны Николаевны спрашивают, не жалеет ли она об оставленной карьере киноактрисы, она отвечает, возможно как актриса я могла достичь большего. Даже не буду говорить, от каких ролей в великих картинах отказалась по собственной дуре. Но это был мой выбор. Так о чем спрашивается жалеть? Самое главное, по ее словам, видеть в зеркале глаза счастливой женщины. И она их видит.